Это служебная запись хранилась в секрете больше 20 лет. Первое свидетельство начала конца. На Чернобыльской АЭС уже произошла катастрофа, но об этом еще никто не знает. Сразу как? Позвонили, одеться, выйти, сесть на автобус и доехать. Рассказывают, что оказавшись рядом со взорванным реактором, он тяжело вздохнул, развел руками и сказал, что это тюрьма. Но тогда никто не поверил. В начале мая 1977 года коллектив монтажников, строителей, наладчиков и экскурсов... Уникальные кадры мирной жизни атома. Вот директор Брюханов на стройке четвертого реактора. Вот на совещании, вот субботняя афиша. Танцевальный вечер, хорошее время. По субботам там собиралась вся Припять. Это была суббота. Значит, на станции кто находил? Только экскурсионный персонал. Авария произошла в ночь на воскресенье. Директора на станции не было. Не знаю, в какой я системе воспитывался, в какой работе выжил. Я прекрасно понимаю, что буду отвечать. Ну, такова жизнь. Сложилось все это вместе. Голубо встроили. Верили в безопасность. В российский городок Удомля семья главного инженера Чернобыльской АЭС переехала, пока Николай Фомин сидел в тюрьме. Они пытались все забыть, начать жизнь сначала. Но оказывается, бывает так, что время не лечит. Мы уже просто после этого не живем. А так живем в запоминаниях. Она так и не поняла, в чем конкретно вина мужа. В момент катастрофы главный инженера был на больничном. Прелом позвоночника, последствия тяжелой автомобильной аварии. Но когда начали искать виноватых, Фомин оказался в числе тех, кто сел на скамью подсудимых. Он мне так сразу и сказал, все лишено, 5-6 человек и заселки. Вы ищи, вы, держи это место. Это голос директора станции Виктора Брюханова. После первого облета реактора он поймет и доложит в райком, горком и обком. Масштабы катастрофы чудовищные. Но более высокие начальники перенесут эвакуацию на день позже. А его потом на суде обвинят еще и в личном молодушии, проявленном при эвакуации. Внимание, уважаемые. Уважаемые товарищи, в связи с аварией на Чернобыльской атомной электростанции в городе Брюханове вкладывается неблагоприятная радиационная обстановка. Просим наблюдать спокойствие. Единственные кадры показательного процесса над чернобыльцами. На скамье подсудимых 6 человек. Вот этих 6 человек несчастных вот облили, затоптали, и так оно должно кануть в века. Не выдержав позора этого публичного процесса, главный инженер Николай Фомин попытается покончить жизнь самоубийством, скрыв себе вены. Но приговор для всех 6 подсудимых будет одинаково жестким. 10 лет лишения свободы. Единственный из осужденных, действительно бывший на станции в момент аварии, начальник смены Анатолий Дятлов, умер в заключении от сердечного приступа 12 лет назад. Это его единственное интервью. Смирившись с тем, что отсидел сам, он требует найти и наказать истинных виновных. Реактор был негодным к эксплуатации чисто по вине Института Атомной Энергии и Никита. С таким букетом нет соответствия пунктам требования нормативных документов, взрыв его был неизбежен. Продолжение следует...